Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Столько гвоздей и никакой древесины. Что ты за плотник? Эта фигура протягивает руки тебе. В чём же здесь сила? В чём же здесь сила, брат? Сила в правде. И тот, у кого и больше, тот и сильнее. Так, поехали. Как-то мы больновато, видимо, упали. Так, меня опять штормит. У-у-у, да. Что-то здесь не очень-то и много сена было. Охренеть. Человеческие останки. Смотрите, кости, черепа. Божечки. Так, лампа целая, здоровая. Это меня радует. Хотя бы хоть что-то полезное у меня осталось. Разве это не опасно позволять этим отходам скапливаться так близко к центру? Мы можем использовать напор, чтобы запустить что-то там. В этих тоннелях всегда будет течь поток отходов. Мы можем использовать его в дополнение к парогенератору. Боже, это вонь. Это фекалии. Настоящий продукт своего времени. Хорошо. Это же говно. Это говнецо здесь плавает, да? У-у-у, какая мерзость. Так, что я там начеркал? Затопленные тоннели. Мой таинственный друг прав. Коллектор действительно затоплен. Чтобы спуститься еще ниже, мне придется поискать местные смыльные насосы, чтобы понизить уровень воды. Вонь почти невыносимая. Меня воротит. Но зачем диверсант заполнил тоннели водой? Чего он пытался добиться этим? Я не знаю, что у него в башке. Совершенно очевидно, что-то недоброе. Так. Ходить здесь, когда воняет. И даже мухи летают. Смотрите, мухи! Гадость. Ой! Что это? Кто-то ходит, что ли? Или кто-то под водой? Вау! Эй! Так, что-нибудь кинуть можно? Там камень, камень, камень. Нет, да? Блин. Мне любопытно. Ладно. Что у нас здесь? Задвижка один. Ага. И что? Заперто? Бро! Какого хрена? Это что, кусок дерьма, что ли? Хе-хе-хе, плавает. Ну да, дерьмо в воде не тонет. Какой-то мудрец нашего времени придумал эту замечательную фразу, которая полностью описывает данную ситуацию здесь. Твою мать. Это что-то электрическое. И, возможно, даже опасное для здоровья, да? Так, что у нас здесь? Ага. Спуск. В эти фекалии. Задвижка один. Тоже заперто. Хорошо. Там был проходик. Где-то вот здесь. И еще был проход в самом начале, да? Давайте сначала сюда. О! Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Вау! Твою мать! Да ты-то успокойся! Может быть, мне просто показалось? Так. Кто-то вроде бы что-то жрет. Откройте! Выпустите меня из этого дерьма! Тут свинки! Платоядные свинки. Так. Хорошо. Это лабиринты. Правила правой стороны. Потопали направо. Так. Ой, не нравятся мне эти лабиринты. Ой, чувствует мое сердечко, что я буду скоро здесь от кого-то убегать. Это очевидно. Так. Можно зайти сюда. Но я не хочу этого делать. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как бы там кто-то есть в этой луже дерьма. К тому же... Ой! Я не смогу открыть ворота, потому что здесь по колено плавает сточный хвод. Опа. Смотрите. Еще одна хрюшка. Подозрительно. Давайте запомним, что здесь есть маска хрюшки. Возможно, она со временем исчезнет. Такое часто бывало здесь. Так. Вот что-то есть. Записончик. И вентиль. Давайте сначала прочитаем, что здесь у нас есть полезного. Первое августа 1899 года. Несколько старых версий вырвались из камер и убежали в канализацию. Они напоминают мне о моих ограничениях. Здесь не Хелм. И я не Ильяху. Во всяком случае, пока. Всему виной тепло, исходящее из древнего прохода. У двери невозможно охлаждать. Их так же, как и в центре помещения. Более поздние версии надежно заморожены в башнях. Там наверху, где воздух горяч и зловонен, они перегреваются, и двойственность их натуры раздирает и дробит их. Они живут по случаю, жестоко и непредсказуемо, перебрасываемые из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть в этом мире. В другой теряют ее. Это сводит их с ума. Я приказал запечатать все подобные зоны и запретил моим верным рабочим заходить в них. Те места отныне прокляты. Пристанище неудавшихся опытов, населенные призраками страха и злобы. То есть, это видимо один из призраков, да? Там бродит. Ходит, бродит. Кстати, чувак, ты не будешь мне звонить? Странно. По идее, он должен был позвонить. Так, это что? А, это вешалка, да? Показался... Показался рубильничек маленький. Ладно, вентиль. Так. Это задвижка 1, да? Осталось активировать задвижку 2. Быстрее, Мандус. Выкачи воду и открой путь к водоотливным насосам. Мы тебя ждем. О, не нравится мне это. Ой, мне это не нравится. Совершенно. Ни разу. Категорично. Не нравится, потому что он слишком таинственный персонаж здесь. Он как будто со мной следит. И он что-то знает о моих детях. Кто это? Так. Нет, сюда идти рановато. Давайте искать задвижку номер 2. Так. Мы пошли направо. Значит, по идее, задвижка должна быть... О, налево! Налево! Твою мать! Ой, божечки! Так, тихо, тихо, тихо. Если что, я побегу. Я умею бегать. Это лучшее, что я умею делать в игре Мнезея. Это бегать. Бегать. А, да кто решетка? Замечательно. Хорошо. Уже лучше. А кто это рычал? Так, минутку. Открылась решетка, да? По идее, здесь было закрыто раньше. Давайте проверим, что здесь. Какие тайны хранит это место. Лампа, твою мать! Нет, не проказничай. Вот, задвижка два. То есть, она с другой стороны. Мне нужно найти способ попасть туда. Допустим, пройдем мы сюда. И что мы получим? Ой, твою мать! Минутку. У меня такой, знаете, легкий приступ дежавю. Я же здесь был. А, точно. Мы просто обошли. Здесь появилась решетка. Значит, мы обошли это вот там, да? Где решетка открылась. Хорошо. А задвижка два тогда где? Может быть... А, смотрите. Здесь тоже открылась. Так. И куда мы потопаем? Ну, тут вроде бы прохода нет, да? Хотя есть проигрыватель. Граммофончик. Но мы можем их спасти. Мы можем освободить их. Мы можем сменить старый, загнивший мир на новый и чистый. Мистер Мандус, вы говорите как настоящий фанатик. А как я еще могу говорить иначе, профессор? Как может любой человек с высокой моралью просто стоять и смотреть, как этот мир тонет в собственных экскрементах? А наш инженер, этот мечтатель, с которым вы вместе стали... Сталин на этот путь. Конечно, да, безусловно, бедный парень уже видел это раньше. И это не первая великая цивилизация, которую ему довелось оплакивать. Поэтому мы быстренько позаботились обо всем по возвращению. Именно, мистер, такие вещи нельзя оставлять гнить на дереве. И спонсоров удалось найти на удивление быстро. Я говорю вам, профессор, жадность манит богатых людей к вашим дверям, как свиней к трюфелям. Ой, блин. Еле успеваю читать. Это дерьмо. Но, судя по голосу, это был я, Мандус, да? То есть, по идее, я был здесь чем-то вроде фанатика. Одержимого фанатика. Идеи переменения мира. Построения рая на земле путем превращения свинок в нечто большее, да? Или путем замены людей на свинок. Пока еще я до конца не понял, в чем фишка. Но, знаете, у меня такое ощущение, как будто это не я. Ну, то есть, это как бы я, но... Но по поведению и по характеру, это как будто другой человек. Возможно, мне с памятью отшибло еще и... Что-то большее. То есть, возможно, у меня вторая личность появилась, да, здесь? Так, подождите, я что, обошел, что ли? Хорошо. Что-то где-то здесь нужно активировать, по-любому. Вот, вот, точно. Ооо, там свинка была! Мать твою, стоять! Эй, порося! Порося! Уху! Блин. И как? Ищем другой выход. Вот он, да? По-любому. А вот и вентиль. А вот и записончик. Знаете, так скрыт, беспалевно лежит записка. Давайте прочитаем. 17 февраля 1899 года. И тогда я сказал, смотрите, мои милые, и увидите. И они отвечали, да, любимый отец, да, мы видим. Высокий, обветренный пик. Крутобокой пирамиды, наподобие египетских. Сверху осыпаются камни, пышная лоза, убивает лепных змеев у лестниц. Осязаемая тишина, бремя забвения. Здесь, на этом месте, восседал царь. А здесь жили жрецы. Вот, этот дом был пристанищем мертвых. Вот сюда, куда падает лучи солнышка, они бросали непоглощенные сердца. Нет, мои милые, они не были дикарями. Они верили, что небо может пасть им на головы. И что лишь кровавая жертва может это предотвратить. Может быть, мои милые, может быть. Они ошибались. А возможно, их трагедия была в том, что им просто не хватало крови, чтобы удержать небо на месте. Ааа, психи, психи, кругом. Здесь одни психи. Так, заводим. Да, детка. Уху-ху-ху-ху-ху. Эврика. Так, давайте проверять. Ага. Так, водичка ушла? Уходит. Замечательно. Так, Мандус после потопа. Ну вот и все. Теперь я снова могу войти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спал, освободив путь до самой пробоины. И я смогу отвезти эти грязные воды обратно в Темзу, где ему место. И очистить путь до центра машины. Все замечательно, но прежде чем мы сюда пойдем, я всего лишь... Нет. Нет, ладно, черт с ним. Я хотел просто вернуться в начало, посмотреть, что там был за коридорчик, куда мы не повернули изначально. Но это слишком долго. Давайте пойдем дальше. Ты кто, твоя мать? Нет, я не хочу. Да, папа, теперь ты совсем близко. Твою мать, ушлепок. Ходит здесь, как у себя дома. Пошел прочь. Стоять. Так, знакомая комнатушка. Дезинфекция, да? То есть мы сейчас будем себе проветривать. Давайте. Сначала, по-моему, вентиль, нет? А, сначала... Нет. Вот. Нет, твою мать. Я все забыл. Ага. Теперь вентиль. Эй. Так. Теперь рубильник. А-а-а-а. Ха-ха. Свежачок. Ну все. Второй раз не так страшно. Так. И что у нас здесь? Почти то же самое, да? Только воды нету. И этого ужасного запаха. Забавная мелодия играет на заднем плане. И вот еще хряк. Ходит здесь себе, ходит-бродит. Эй, хряк. Твою ж мать. Да тут просто настоящее мать его пиршество. Два хряка. Третий ходит. На патруле, видимо. Самый, знаете, самый крайний. Так. Давайте почитаем. Что я там написал? Осинное гнездо. Боже, господи. Тут целое гнездо этих мерзких тварей. Это не ум. А мои инстинкты затащили меня так далеко. И я уверен, что где-то в этом сыром комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть их лица. Когда они идут заниматься своими темными делами. И все же. Все же я наблюдаю за ними. Когда они спят. Едят. И играют. И они так напоминают людей. Они похожи на маленьких детей. И я не буду думать об увиденном. О тех стульях. И клетках. И о том, как можно было слепить таких монстров. Моя теория подтверждается, да? Это бывшие люди. Но чтобы это были бывшие дети... А вот это что-то новенькое не может быть. Вау. Ни хрена себе замочек. Палаты. Или точнее камеры, да? Видимо здесь держали заключенных. Так. Это дело никак открыть нельзя. Видимо, да? Что за фигня? Открывайся. Опа, хрюшка. Какого хрена? Вы только посмотрите на это безумие. Хрюшка играет с кубиками. А на заднем плане клетка. Твоя мать. Значит, это правда. Это делали с детей. Не дай бог мои дети в таком же состоянии. Ну, я почти уверен, да, что за всем этим стою только лишь я. Блин. Тяжеловато смотреть на эти вещи. Так. У нас есть и выбор, да? А нет, здесь тупик. Уоу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Точно такого же мы встречали. Чуть раньше. Да? Знаете, это не монстры. В прямом смысле этого слова, я считаю. То есть, в первой амнезии там были реально монстры, да? Это порождение этого проклятия, которое пытались убивать людей. А это, это всего лишь плоды экспериментов. Это бывшие люди. И, по сути, у них притупились чувства, разум. Остались лишь инстинкты. Так что они нападают не из-за злобы, а просто потому, что... Они даже не знают, что это плохо. Ну, вот как ты объяснишь, допустим, Молливуд, да? Что нападать на человека, проявившего любопытство, это плохо? Никак. Так, хорошо, это мы все видели. Это все очень печально. Давайте идти к правде. Еще ниже? Да ладно, потопали. Плавненько-плавненько двигаемся к истине, к правде. Так. Что-то вроде канализации напоминает. Такой трубопровод огромный, да? Так, не нравятся мне эти пошатывания. Тихо. Смотрите, направо. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Замечательно. Лабиринт из труб, да? Что это за рисуночек? Четыре. Вроде бы, да? На четверку похож. Хорошо. Воу-воу, блин. Больновато. Ножку подвернул. Ничего страшного. Залечимся. Воу! Что-то я малость. А, да я живой. Круто. Видимо, успел вовремя захватиться, да? За лесенку. А теперь выбор. Сюда или вот туда. Давайте направо. Все-таки право нас никогда не подводило. Так, ползем. Еще, знаете, изображение так помутнело, появился какой-то шум на экране. Шум-эффект пленки, я имею в виду. И пыль поднялась. Поэтому, не знаю, как это будет потом после рендеринга на ютубе, надеюсь, вы все сможете рассмотреть. Ну, это, видимо, карта, да? Автоматическое экстренное отключение. Смотрите, по идее, вот так. Вот это представляет из себя комплекс, да? То есть, сначала наверху это особняк, вот завод, и здесь, видимо, держат свиней, да? Чуть пониже это скотобойня какая-то. А еще ниже. Из этого уже делают мясо. Перерабатывают. Ну, а в самом низу, видимо, машинный зал, да? То есть, все механизмы, все основное сердце машины именно снизу. Мы как раз в этом низу, да? Водотливной насос. Вход для технического персонала. Нам туда. От моря до горных хребтов. И кто этот третий? Это тень. Этот призрак ребенка вдали. Это еле уловимое, постоянное, меняющееся. Которое почти ожило и никогда не промахивалось. Вот знаете, не первый раз я встречаю этот загадочный символ. Очень похоже на четверку. Но все остальное для меня загадка. Хорошо. Похоже, вы подверглись довольно основательным изменениям в Мексике, мистер. Вы не могли их заметить самостоятельно и не заметили, профессор. Когда мы высадились на берег, даже со своим жаром я заметил руины. Я видел голод и болезни, гниль и обломки, загрязняющие воды империи. Мы разрушители, и вы, и я, все мы, и мы загрязняем мир. И вы решили взять на себя роль спасителя? Профессор, я не был бы таким самоуверенным. Я всего лишь посредник. Я создаю структуру, которая повалит на землю наши вечные муки и задушит их паром. Не знаю, первую часть не успел прочитать, потому что слишком быстро, да я и... не всегда могу правильно прочитать, поэтому приходится часть фраз потом убирать. так. Так. Давайте сюда. Какое-то нездоровое освещение здесь. Красноватое. Таинственное и опасное, да? Он здесь. Он здесь. Это я? Ну да, я здесь. паровая машина. Я говорил, что ты придешь. Ну, окей, давайте почитаем. Насосный зал. Это, наверное, осушительные помпы. Я в самом эпицентре усилий саботажника. Чтобы наводнить это место, ему, наверное, пришлось вырубить эти огромные насосы. Но, очевидно, он торопился, потому что большинство своих задумок он оставлял незавершенными. Это неуклюжие усилия сводились лишь к тому, что он выключал все, что ему попадалось на глаза. Если я найду пульт управления, наверняка все можно будет быстро восстановить. Пульт управления, да? Будем искать пульт управления. Всем этим девайсом. Так. Ты что ли здесь? Эй, бро. Электрический свинт, да, какой-нибудь? Невидимый. Подобный монстр уже был в первой части. Хорошо. Потом мы посмотрим, что наверху. Давайте скрестим пальчики и понадеемся... Впереди узкий проход в тихую гавань. Я ушел еще дальше вглубь храма, в самый низ. Вслед за ветерком, несущим голоса моих детей, зовущие меня, чтобы освободить их. Опа. Там силуэт, смотрите. Ребеночек. Так вот, я хотел сказать, что давайте скрестим пальчики и помолимся, что здесь есть пульт управления. О! Так. Он испарился. Причем, знаете, так необычно, а в какой-то кровавой дымке. Дану лестнице для слабаков. Так. Тихо. И опять этот символ. Твою мать! Блин! А вдруг здесь эти бортики рано или поздно сломаются, да, и тогда мне будет явно... А! Что это было? Мать твою! Что-то я настолько увлекся мыслями об этом монстре, что не совсем разглядело, что там у меня появилось на экране. Как будто какая-то морда, да? Страшная. Типа наполовину свиная? А может быть и нет. Так. Хорошо. Что мы здесь имеем? пульт управления резервным насосом. Да это то, что мне нужно. Замечательно. Так. Полочки. Опа. Что это за кувшинчик? Чаек? Нет. А я бы не отказался от хорошего крепкого чайку. Хм. Стой. Перед запуском насосов убедись, что все колесики на месте. Так. Ну, вроде бы на месте, да? Или нет? Хрен его знает. Ладно, давайте. Проверяем. Твою мать! Да ладно! Вы только посмотрите, как? Как, твою мать? Как он это делает? Никого ж здесь не было. Я не видел никого, она просто появилась из воздуха. Кто это, кто это оставляет такие подарки? блин. Жуть! Так, и вообще, для чего я это все запустил? Пока непонятно. Хотя, возможно, снизу открылась дверь, да? Так. Блин, как же громко здесь. я играю, в наушниках, поэтому этот вот звук этого моторчика, он меня все заглушивает. Я даже себя не слышу. Поэтому я могу немножко громко здесь говорить. Здесь, очевидно, не пройти. Да, смотрите, открылся проход. вот. Блин. Не нравятся мне эти звуки. Как будто сейчас что-то произойдет. Помещение главного насоса, да, вот оно, вот оно, вот оно. Так, вентили и трубы. Еще один насос. Похоже, мне снова придется разбираться. У меня складывается впечатление, что я застрял в какой-то огромной игре, где я должен как Геракл Бесконечно чистить Авгиевы конюшни Ради обещанной награды В виде возвращения моих детей Так Ой, замечательно Только не говорите, что здесь будет какая-то логическая задачка Я их, конечно, люблю Но, как бы это Надо мир узнать Застревать мне охота меньше всего О, твою, блядь, тебя Обратно А, блин Твою мать Позно думать Так, 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 так О, блин А, давай быстрее лезь Лезь, подонок А, божечки Вот это вброс адреналина Я вам скажу Нет, ну, видали Видали просто Это видали вы Своими глазами Своими очами Один меня преследовал Второй меня подрезал С левой стороны пришлось бежать Сюда Так, все, я немножко О Так, я немножко успокоился Продолжаем наше приключение, да? Мы упали вот здесь Хорошо Так, давайте сюда Что ли? А, заперто Плохо Но держу пари с другой стороны Все будет открыто И мы сможем пойти дальше По сюжету Надеюсь Надеюсь Дурацкое слово Надеюсь Можно принять душ, да? Надеюсь Вода чистая Ааа Свежачок Пульт управления Хорошо Это то, что нам нужно А, мы здесь Судя по всему То есть То помещение В котором мы находимся Оно подсвечено Как бы намекая нам Где мы находимся Дабы здесь Не заблудиться Так Проверяем Вот, посмотрите Никакой маски Нету Здесь И не хватает Вот этого дерьма Да? Так А, еще одной шестеренки Не хватает Давайте искать Ага, вот она Я уже тебя нашел Так Залазь Влезла Как влитая Так Палим 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 Подозрительно Ладненько Давайте тогда Смотреть Что мы здесь Активировали Очевидно Здесь Какая-то дверь Видимо Открылась Которая Раньше Была Заперта Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Блин Значит Такие звуки Как будто Меня кто-то Преследует Просто Жесть В этих клетках Очевидно Держали Подопытных Шикарно Выбора нет Давайте Что-ли Прыгнем Сюда В избежание травмы Лучше Спуститься По лестнике Чем А! Твою мать Да что такое Блин Накаркал Лесенки То там не было Она Обломалась Замечательно Так Когда вы держите Объект в руках Нажимайте Правой кнопкой мышки Чтобы бросить его Зачем? А! Вот зачем Понятно Шикарно А зачем Вообще Я это сделал? Может быть Не Серьезно Зачем Я тогда Спускался Если Я потом Пробил Эту Лесенку И начал Подниматься Наверх Смысл Бред Какой-то Или Может быть Я должен был Там что-то Найти Или Использовать Да? Да Хрен его знает Все равно Давайте посмотрим Более внимательно Что-то Мне кажется Что мы Там Что-то Пропустили Так Угу Да ладно Не поверю Что здесь Ничего нет Да И зачем И зачем Блин Логика Здесь Отсутствует Напрочь Тьфу ты Ну ты Что-то Я здесь Бегаю 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 Я совсем Забыл Что здесь Есть Вот Небольшой Спуск Вниз Да Я про это Дело Совсем Забыл Так Свинки Стойте Там Стойте 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 Нет Я лучше Сюда Так Не догоните Не догоните Не догоните Сказал Не догоните Давай быстрее Быстрее Крути Шарманку Чувак Крути Баранку Надеюсь Я все сделал правильно Я очень на это Надеюсь Так Как тебя Закрыть Да Да Детка Отлично О Спокойствие Дамы и господа Только Спокойствие Да Это была эпичная Серия Эпичные Приключения Надеюсь Они вам понравились Спасибо за внимание Друзья Давайте здесь Мы немножечко Передохнем А продолжим Уже в следующей серии Ставьте пальчики Вверх Друзья Обязательно Поддержите Видео Если вам понравился Канал Обязательно Подпишитесь И позовите Друзей Так вы Сделаете Канал Только Лучше Всем Сердечное Спасибо Друзья Хороших Вам Видосиков И хорошего Настроения Всем пока Уйди Уйди Опа Заре я выдохнул Потому что Еще не Все Кончено Здесь Чужой Матерь Божья Надеюсь Он успеет Убежать До прихода Камеры А почему Убежать